Это история о стойкости и мужественности русского бойца. Именно таким был ополченец Кирилл Ярусланов. В 2014 году молодой человек ушел защищать жителя Донбасса, не сказав близким ни слова, вспоминает его отец. Уже об этом узнали, когда он был там. Он посчитал нужным защищать мирных людей в Луганске. Он очень интересовался биополитикой. И поэтому он понял, что если мы не остановим их там, то придется нам их останавливать здесь, под Москвой. Поэтому он пошел сам. 1 июля 2014 Кирилл Ярусланов попал под минометный обстрел. Он получил тяжелые ранения. Несмотря на то, что силы у молодого человека были на исходе, он взял весь огонь на себя, чтобы его боевые товарищи смогли уйти. Сам же, чтобы не попасть в плен, ополченец рядом с собой привел в действие гранату. Ценой собственной жизни Кирилл Ярусланов спас других. Три награды, которые мне поручили Луганской народной республике, передать и наградить посмертно. Награды за боевые заслуги депутат Совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов передал отцу Кирилла Сергею Ярусланову. О подвиге ополченца рассказали ученикам 31-й школы, которые внимательно вслушивались в каждое слово. Такими патриотическими, а главное жизненными историями сегодня необходимо делиться с подрастающим поколением, отметили на встрече. Я считаю, что есть тот самый пласт работы по патриотическому воспитанию нашей молодежи. Это и есть память поколений. Мы рассказываем о том, что сделали, что сделано. В свою очередь ребята прочитали почетным гостям патриотические стихотворения. Также ребята вместе со взрослыми собрали для участников спецоперации «Гуманитарный груз». Внутри рюкзаков тактические аптечки, рации, противогазы. Такую помощь городскому округе Химки собирают и отправляют в зону СВО постоянно. Предметы и вещи первой необходимости помогают военнослужащим на поле боя. Анастасия Кравцовская, Новости, Химки ТВ.